День на Думской Леонид Францискевич 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 то обыгрывать Исландию и Турцию можно. И выходить на матчи плей-офф на чемпионат мира можно. То есть шансов в любом случае попасть на чемпионат мира у нас нет? Потому что со стыковыми матчами у нас не складывается вообще никогда. Ну один раз прошли уже. Даже выиграв 2-0 у Франции, мы все равно умудрились в итоге проиграть. Да, вот в Словакию прошли. Стыковые матчи это вообще не наше. В Словакию прошли, на Евро-16 попали. Ну как, ну да. Давайте не будем про Евро-16 вспоминать. Вот я тоже. Очень больно до сих пор еще. К сожалению, нерадостные новости у нас и дальше футбольного толка. А, это еще не все. Это еще не все, да. Я говорю, о чем на Морце стыковые матчи, господи. Товарищеский матч провели, провели, я так понимаю, неудачно. Я игру не видела. Видел ли ты сам матч, что можешь сказать? Ну игру не показывали. Ну то есть ее вот я могу только по там онлайнам судить и по каким-то там словам ребят. Ну то есть обычная тренировочная игра. Бабич использовал очень много людей в этой игре. То есть во втором тайме поменял 9 человек. И проиграли 2-1. Вообще ничего страшного в этом не вижу. Просто нужно было заполнить эту паузу. Не забывайте, что между матчем первого этапа и второго этапа две недели перерыва. То есть команда планомерно готовится к первому матчу второго этапа. Вчера определился уже первый соперник. Это Олимпик будет Донецкий. Достаточно нормальный соперник для старта. Очень-очень неплохой коллектив. Я считаю, что на своем поле можно бороться с Олимпиком и за победу в том числе. Хотя они такие неуступчивые. То есть обыграли Карпат вчера. Александрия у нас в третьем туре. Во втором Шахтер. А там уже и Днепр, и Днепр, простите, Заря Луганская. Тоже будет очень сложно. Ну, сейчас все матчи будут сложные. С такой игрой, да. Я только хотела сказать, что показывает Черноморец. К сожалению, у нас каждый матч достаточно сложный. Ну, с другой стороны, у тех команд, у них у всех есть какая-то еще ответственность. Разве что Шахтер особо не будет напрягаться, так понимаю. Поскольку там разница с Днамо 14 очков, это уже выше крыши. А с другими командами, да, за третье место обострится борьба. Я так понимаю, что и Днамо Киев еще за второе не до конца поборолит. Конечно, Днамо сейчас достаточно нестабильно выступает. И есть возможность. Абсолютно нестабильно. Надеемся, что с Олимпиком уже команда сможет нормально сыграть. 1 апреля поединок будет в 5 часов. Это достаточно забавно. Юморина и Черноморец Олимпиком. А тут как смотреть, юморина или день дурака? Ну, я думаю, день юмора, я считаю. День дурака это уже... Юморина это фестиваль, а день дурака это международный праздник. Да, ну посмотрим, как они сыграют. А почему в этот день футбол, я понять не могу. Там еще и регби в этот день, международный матч на Спартаке. Украина, Португалия в 3. Ну, слава богу, что там в 3, там в 5. Это был бы реально день дурака, не знаешь, куда пойти. А так реально можно успеть. А вот Саша действительно вообще не понимает, куда ему идти, на футбол или наряду. Сначала на Спартак, за сборную болеть, а потом на Черноморец. А есть у нас еще футбольные, точнее футзальные новости. Расскажи подробнее. Ой, много футзала было на прошлой неделе, много хороших новостей. Ветераны Черное море выиграли чемпионат Украины среди ветеранов 35 лет и старше. Потому что с ветеранами будут выступать за основную работу? Среди ветеранов 55 и старше. То есть 55 и старше, это так, большинство перед телевизорами только сидит с чипсами. А наши ветераны порвались. Почему ты чипсы показал вот так? Ну, потому что чипсы это закуска. А чипсы, они разные бывают. А мы против спиртных напитков. Мы не рекламируем пиво и прочие напитки. Вот это чипсы, да, вот это получается? Да, 35 и 55 лет. Это первые места в Украине. Грамот. Грамот. Да, не грамот. А команда 45-летних Черное море остановилась в шаге от финала. И Глория в 35 лет старше дошла до финала, где проиграла Черному морю. То есть две одесские команды. Плюс у нас еще хорошее достижение. Одесский Деливери не то, что неожиданно, но, наверное, с приятной неожиданностью сумела сыграть в ничью 4-4 с Эпицентром Киевским. Там в гостях в Киеве. И по пенальти выиграли с счетом 2-0. Вратарь Зуев отбил два пенальти. Так что Деливери в прошлом году играла за третье место, проиграла. И сейчас в финале. То есть минимум второе место у Деливери будет. А вот Одесский Эпицентр Авангард, к сожалению, проиграл на своем поле Сумом, Сумской государственной университет. 4-0 было в первом тайме. И, в общем-то, все было потеряно. 2-6. Но за третье место теперь будут сражаться команды. Сейчас в Одессе смотрит достаточно много футзальных команд. У нас футзальный бум продолжается. Хотя площадок как таковых-то нет. Да, площадок мало, но есть футзальный бум. Много турниров, много команд. Любительских очень много. И тех, кто хочет стать профессионалами, тоже достаточно много. Тот же МКВ у нас определился новый чемпион Одессы по футзалу. Не новый, а им стал МКВ второй год подряд. Но, в общем-то, был золотой матч. То есть настолько сейчас конкуренция, что не хватило чемпионата для выявления чемпиона. Очень радуюсь. Мой любимый вид спорта, футзал. Приятно, что ребята, несмотря на кризис, у нас есть команды. Команды мастеров. Команда в экстралигии закончила. Юни Ламан. Конечно, последнее место заняли в экстралигии. Но это был дебютный сезон. Ну и состав, конечно же, слабее, чем у других команд. Так что я могу только порадоваться за футзальные успехи и пожелать командам в дальнейшем. Это практически единственные на данный момент у нас успехи, связанные с футболом. Да. С мячом и ногами, скажем так. Как и у хорватов, ногомет. Да. То есть там, где ногами нужно метать мяч. Вот я о том же. А вот там, где руками, южненский химик порадовал. Да. Причем два матча с разницей в один день, ну в два. А и баскетболисты, и химика, конечно же, сначала они разгромили Николаев, там, без вариантов, без шансов. Ну Николаев значительно слабее, но тут суть в том, что всегда принципиально, независимо от состава, всегда принципиально противостояние. Да, еще и плей-офф до двух побед. То есть здесь одна победа, один-один, и уже на следующий поединок может все что угодно случиться. То, что, в общем-то, вчера могло случиться. Николаев сначала проигрывал с большой разницей, но потом сравнял счет, овертайм, и в овертайме 16-15 химик еле-еле выцарапал эту победу, 96-95. И, ну, досрочно вышел. Хотя, конечно, никто не сомневается, что во вторник, если бы команды еще раз играли, в южном химик бы все равно вышел. Ну, подтвердили реномет чемпиона, вышли в полуфинал, теперь ждут соперника. В отличие от... В отличие от Бипы. Да, в отличие от Бипы. Ну, мы уже говорили в этой студии, что в этом году черкасские Мавпы очень укрепились, и достаточно сильная команда. Но при этом ты меня уверял в том, что и Бипа очень даже на ходу. Да, мне так казалось тогда, по крайней мере. Я только что включил, что черкасские Мавпы? Да, обезьяны, да, обезьяны. Ну, вы понимаете, что, ну, я не знаю, материться в прямом эфире нельзя. Почему же? Но, конечно же, то, что играла Бипа, вы меня извините, ну, как бы это нельзя так играть. То есть это издевательство. Что было не так? Это издевательство. Все было не так. То есть вся команда, ну, практически вся команда... Семенович Клюнь, а ты считаешь, что все было так? Алла не смотрела. Я, к сожалению, игру Бипа я не видела. Я только читала... Команда сыграла отвратительно. Не было видно, что команда играет ключевые матчи. Конец сезона, самые важные остались, там, максимум три поединка, да, с этими Мавпами. Вообще, ну, ни характера, ни мужских каких-то качеств. То есть абсолютно все не туда. С чем ты это связываешь? Перегорели? Устали? Я не знаю, в чем проблема. То есть, как бы, есть вопросы главному тренеру, Вадиму Подзирею. Да, то есть никаких реакций. Команда проигрывает 17-18 очков, пропускает рывок, 21-0. Ну, как-то, я не знаю, игроки хорошие, играли они нормально, они обыгрывали эти Мавпы и Днепр, они дома обыгрывали. Что произошло сейчас? Физически подсели, может быть. Ну, подожди, ну, все это одинаковое количество матчей. Почему они подсели, а черкасские Мавпы нет? Я не знаю, я не увидел характера, я не увидел, ребят, какой-то, знаете, блеска в глазах. То есть я так смотрю на них, такое ощущение, что они копали картошку две недели. И им говорят, ребят, не хотите в баскетбол поиграть сейчас тут матч? А откуда ты знаешь, может, такое было, действительно? Ну, сейчас не сезон просто картошку копать. Так, может быть, и... Никаких ограничений. Не, ну, серьезно, может, они настройки подрабатывают, или там, батареи переносили. Чтобы было видно, что они уставшие настолько. Они не то, что уставшие, они на себя не были похожи. То есть ни Фандербург, ни другие лидеры, там старались, Артамонов, как обычно, капитан команды, сам тянет этот мяч, сам его забрасывает. Остальные, большие, плохо сыграли, снайперы вообще никак не сыграли. То есть, либо их неправильно используют, либо ребята просто уже закончили сезон раньше. Понятно, что Мавпам бы там где-то, может быть, какие-то судьи помогли, еще что-то. Любимая команда президента Федерации баскетбола. Но абсолютно никакой помощи... Ну, не настолько, не могут судьи помочь настолько, чтобы было 21-0 рывок, как ты говоришь. Ну, там 66-92, о чем можно говорить? Проиграли бы в 1-2 очка. Судьи могут помочь тогда, абсолютно верно, когда разница 1-2 очка, или там в последний момент фиксируя пробежку при удачном броске, или какая-то трогодошаткая ситуация. Поэтому завтра, во-первых, я не знаю, сколько людей придет на ОСК Одесса. Я надеюсь, что все-таки придут поддержать. Все-таки шансы еще есть, нужно обыгрывать завтра Мавпы. Но ты общался с болельщиками после первой игры? Я общался с болельщиками, у них такие настроения. Они хотят завтра вообще требовать отставки. Кого? Вадима подпиевать. Главного тренера. И вообще, абсолютно, у них такие претензии. Это еще с Киева началось, когда в финале четырех команда проиграла бездарно просто. И вот продолжается сейчас. Я надеюсь, что завтра Бипа выиграет и переведет матч в третий поединок. Ну, послушай, после такого разгрома как можно выиграть? Как нужно собраться? Тут нужно, можно. Вот видите, как Николаев собрался. Попали в 30 очков в Южном. Через день дали такой бой, что в овертайме пришлось играть команда. Но Бипа никогда не отличалась характером. Ну, показывали характер в определенных играх. Было такое в этом сезоне. Точечно, знаете, но не постоянно. И что сейчас происходит с командой? То тут разговоры в кулуарах пошли о Еврокубках. А сейчас мы просто не видим команды на паркете. Что с ними случилось? Будем смотреть, спрашивать, разбираться. Может быть слишком сильное давление? Вот как раз эти разговоры про Еврокубки. А команда не готова к этому? Все же денег не платят просто. Никакого давления. Все рады тому, что Бипа играет лучше, чем в прошлом сезоне. И постепенно поднимается выше. То есть все это понимают. Команда уже в плей-офф. Команда старается бороться. Всегда, когда падает эффективность или в семье начинают скандалы, нужно искать финансовую проблему. Что у них сейчас? Нет, у них нет финансовых проблем. Никаких финансовых проблем у Бипа нет. Все в порядке. Зарплата выплачивается. Тренироваться есть, где зал отреставрировали, отремонтировали. Нагрузки никакой у них нет. У них матчей мало. То есть, наверное, мне кажется, что им надо между собой просто сесть и поговорить. Внутренний конфликт. Потому что я, если ребята сыграют точно так же завтра, я смело буду говорить, что это гастролеры. Приехали просто зарплату получить. Потому что они не борются за майку эту, Бипа, возрождение, легенды. То есть нельзя так играть. Пусть они обижаются на меня, если они будут это смотреть. Я могу это в глаза сказать. Но это не игра, это не баскетбол. Это не суперлига. То есть, как угодно. Завтра должны выгрызать паркет под этими мафами. Я не знаю, что должны делать. Но победить обязательно любой ценой. За счет каких пределов смогут бороться? Характер. Мужские какие-то качества. Потому что надо играть на деньги. На самом деле, все достигается финансово. Не будет зарплаты, значит будут играть. Нет, дело не в этом. Мужские качества, все. В прямом эфире не могу сказать другую фразу про состояние железного. То, что железное может быть у мужчин в таких ситуациях. Характер. Характер. Твердый и железный характер. Правильно. Твердый и железный. Правильно. Много ли людей было на первом матче, пришли посмотреть, поболеть? В Черкассах больше бывает. То есть, в Черкассе, я так понимаю, ждут уже будивельники, Днепры, химики. Ну, то есть, понимали люди, что Черкассы будут сильнее. Я так понимаю, что там даже никто не рассматривал, что мафы могут вылететь. Из Одессы поехало два десятка людей. Орали и кричали, поддерживали это неистово. Ну, реально. Ну, тоже как... Они пишут в соцсетях, что это был плевок в душу. Ну, а может быть, действительно что-то произошло, о чем мы не знаем, что заставило игроку именно так вести себя на площадке? Нет. Мы не можем узнать всего. Да. Истина где-то рядом. Завтра посмотрим и надеюсь, что мы 31 марта еще будем смотреть игру. Если завтра Бипа проигрывает, то у них все, уже каникулы могут разъезжаться по домам. Да, по морям и океанам. На каникулах деньги платить им будут? Нет, конечно, вы что ли. На кого химик выходит? Ой, не скажу. Ну, главное, что не на бодивельник. Мне кажется, именно вот это надо смотреть. Может и на мавпы. Я просто не знаю, как другие сейчас поединки развиваются. Сконцентрирован был на победе химика и на том, как Бипа сыграла. Ты воочию успел посмотреть, собственно, все команды, которые сейчас играют в плей-офф и которые выйдут, соответственно, в полуфинал, а дальше в финал. Насколько велики шансы химика? Потому что Бипа, понятно, что нет. Ну, Бипа, непонятно еще, что нет. Но давайте смотреть оптимистично. Ты все-таки не теряешь надежды. Ну, а вдруг, а почему нет? Бипа в прошлом сезоне обыгрывала мавпу в более слабом составе, когда она играла. До 90 минуты в матче Украина-Хорватия, я тоже думала, а вдруг? Ну, мы оптимисты просто. Химик, будивельник, Днепр, три фаворита, которых я могу называть. Любая из этих команд может стать чемпионом, потому что они все друг друга обыгрывали в этом сезоне. И тот же Днепр, вот, особенно в этом году Днепр выстрелил, всех обыграл. И Химик два раза, и Будку, и как бы, и Бипу. То есть сказать, что главный фаворит турнира Днепр не могу, потому что есть очень сильный будивельник. И есть очень сильный Химик, у которого нельзя списывать со счетов. Команды был плохой отрезок зимой, да, но сейчас вроде все равно наваживалось. С тем, что не всегда играют нестабильно. Ну как, не всегда. В прошлом сезоне и позапрошлом они всех буквально разносили просто. Слабее были соперники, сейчас укрепились. Слабее не было Днепра и Будивельник, они не выступали в Суперлиге в прошлом сезоне. Вот они конкуренты. Но так хорошо даже, так интереснее. Так и Химик становится сильнее. Проиграли, получили по шапке, как говорится, да, и сразу начинают по-другому играть. Надеюсь, что в плей-офф Химик опытный боец в плей-офф. А вот Будивельник и Днепр, не знаем, как себя поведут, тут до двух побед играют. Будем смотреть. Будем смотреть, действительно, и болеть за наших в любом случае, независимо от того, как они выступают. Мы можем их покритиковать, но все равно всегда поддерживаем. Мы их любим, вот это самое главное. Это факт. Я тоже буду болеть за ваших, хотя ничего там не понимаю. Уже хорошо. Леонид, спасибо тебе. Леонид Францискевич, спортивный журналист, был нашим гостем. Мы передаем слово Виктории Ортис, она расскажет о том, что происходит в городе в эти минуты. После начнется авторская программа Марины Баконорской «Ни слово о политике». Мы вернемся в студию в 17.00. Вечером у нас будут интересные гости, в частности, Олег Березюк, народный депутат Украины, и фронтмен группы антитела Тарас Тополя. Оставайтесь на Думской ТВ, будет интересно. Субтитры создавал DimaTorzok